Дорогие, привет! Обеденный перерыв. Вышла немного прогуляться, подышать воздухом. Ну, конечно, не свежим, но всё же у нас потеплело. У нас потеплело, слава Богу. В принципе, я даже могла пойти в футболки. Я взяла с собой футболку переодеться. Но вышла, у нас же там тенёк возле офиса. Думаю про себя. Так, ну, даже какой-то ветерок. А на солнышко вышло, как вышло, как вышло. Прям тепло. Немного жарковато в такой вот кофте. Такое ощущение, что вот утром люди все шли одетые. Такое ощущение, что вот раз, мах и это, так бах и переоделись. Как-то смотрю, уже все идут в сарафанах. С утра были все одеты. Когда они успели переодеться? Ой. Проходила тут в магазин, а там то ли жарят курицу гриль, то ли что. Блин, и похоже дело, она какая-то пропащая. И там такой запах был ужасный. Короче, мне стало так вот плохо. Я даже за стенку взялась. Я очень чувствительна к запахам. Очень. Немножечко прогуляюсь пойду возвращаться на работу. Вот этой дорогой я ходила, когда в военкомате работала. Я всегда выходила на основке Кунарина. И вот вот этой дорогой бежала к военкомату. Вон, вон там. Мое бывшее рабочее место. Военный комиссариат города Каменс-Куральский и Каменского района. И как обычно, я забегала на работу в последние минуты, либо начало рабочего дня. Там первые минуты, две-три минуты. Короче, это за мной водится. И военный комиссар всегда стоял. Вот так у него на третьем этаже был, кабинет. Он так стоял всегда и смотрел. И меня, пока как раз я там забегаю, здание оббегаю, он всегда спускается и меня встречает. Говорит, вот Инна Сергеевна пришла. Вот его язвительная эта усмешка. Вот Инна Сергеевна пришла. Можно рабочий день начинать. Он мне всегда это говорил. Подкалывал меня. Всегда. Это был мой непосредственный руководитель. Я же работала заместителем военного комиссара по информационной работе. А потом проработала больше. где-то, наверное, около полутора лет, а потом мою должность сократили. И все. Я никогда не боялась потерять работу. Всегда. Слава Богу, у меня подушка безопасности всегда была. Подушка безопасности в виде моей мамы. Я знала точно, что без куска хлеба я не останусь. Вот дождь, кстати, какой был сильный дождь, как гремело. Я думала, он зарядил, так зарядил. Дождь был, ну, просто. И сейчас немного, знаете, такая вот испарина. Но я обрадована, что тепло. Но гремело так, что ого-го, как гремело. Ну, я какими-то дворами пошла. Я зачем так пошла? Я даже дороги такой не знаю. Вот во дворах здесь никогда не было. Вообще, я свернула за память лугу Мавина. Там у нас есть сквер, там есть небольшой. Думала, посижу там в обед. А, не тут-то было. В общем, там все лавочки заняты, не учитывая то, что они все сырые лавочки, они все равно все заняты. Там сидят люди на пакетах, и все алкаши оттаяли, и у каждого бутылочка пива в руках. Тут такое ощущение, что, знаете, какой-то праздник, какое-то народное гуляние. Центр переполнен. Я поняла, что и так душно, а тут еще люди какие-то выпившие. Я заходила в продуктовый магазин, и у меня, мы столкнулись в дверях с мужчиной, и он на меня так вдохнул перегаром каким-то. Причем мужчина одетый в полувер в рубашку. Такой, я думаю про себя, какой праздник, что вы празднуете все? Выхожу из монетки, выхожу в сквер, там тоже, там просто все бухают. А я на работе, да? Да, может быть, где-то я и завидую. Я признаю. Может, сейчас туда послушают, скажут, а, блин, ты завидуешь. Возможно. у нас одна девушка стажировку закончила. Мы же ищем еще одного менеджера продаж. Одна девушка стажировку закончила, завтра другая выйдет. И оказывается, людям нужна работа. Вы понимаете, люди приходят на стажировку и даже интересуются, когда она у них настанет, они звонят. Хоть это, знаете, хоть начинай делать добрые дела, просто уволься, чтобы у людей работа была. Я прям вижу, что когда человек приходил на собеседование, ну, я присутствовала на собеседовании. Меня тоже пригласили поучаствовать, чтобы я позадавала вопросы. Ну, потому что я для себя будем, будем говорить так, для себя выбираю работника. Ай, шара. Неужели у нас тепло? Неужели? Пахнет скошенной травой. А когда я вышла на обед, это сразу же закончился дождь, буквально. У меня обед уже подходит к концу. Знаете, такой запах был? После дождя такой неописуемый запах. Запах свежей листвы, скошенной травы, сильного дождя и такого пылью прибитого асфальта. Короче, это все вместе это такой запах был обалденный. Лучше любого парфюма. Вот так вот, если чем, в очках, маленько мешают ресницы. Короче, вот так вот, если их сделаешь, немножечко мешают. мои реснички всем понравились. Ну как, на работе их видела только Александра и видела Настя. пойти надо работать дальше. Я так надеялась, что тут будет тенек, зашла в тенек, а там пахнет курица испорченная какой-то, жареной, испорченной. И я быстрее, быстрее пошла и тут в каких-то гаражах оказалось. Птички, мне кажется, это стрижи, да? Вот смотрите, центр города во дворах вот такая вот поебистика. Какой-то график. Здесь детский сад, почему он не функционирует? Новое здание абсолютно. Вон какие хорошие участки. Там вон даже рябинка цветет. Посмотрите, какая красота. Дорожки, все сделано. Что-то мне нужно уточнить. Почему он не функционирует? Вот немножечко прогулялась и стала. Мне еще нужно, Настя сделала заказ, мне нужно в магазин зайти, там есть жвачку, нужно определенную купить. Это вот та Настя, которая у нас с выкрутастами, которая пьет пепси с вишней, которая определенный сорт печенья и да, которая стряпает очень вкусные пироги. Очень вкусно. Она сегодня опять принесла пирог и мы его и мы его кушали утром. В прошлый раз она приносила пирог, он назывался счастье, а теперь такой круглый пирог он называется любовь. И такие красивые куски. И он такой вкусный, он такой тающий во рту. Никогда не похудеешь, да? Коллеги не дадут. Вот здесь, вот я уже захожу в тенек, здесь так всегда легко... А-а-а, я поняла. Это же монетка. Они здесь курицу-то и жарят пропащую. А-а-а, откуда запах идет. Прям пахнет, прям пахнет курицей гри. И пахнет, что она такая, короче, невкусная. Наверное, подпортилась, они решили ее жарить. Я раньше одно время вообще кумарила по курице гри. Я прям ее ела, ела, ела. А так-то давно уже не ела. Надо возвращаться. Надо, надо, надо. Надо. Вот здесь как раз пахнет курицей. Мне вот здесь аж плохо стало. Смотрите, вот за памятником Канавина все по это сделано. Здесь, посмотрите, трава по поясу. Просто трава по поясу. Вот наша тут местная Венеция голуби. Вон в лужах купаются. Ну, реально жарко стало. Прямо парит. Прямо вот такой вот. Ну, это, наверное, потому что дождь прошел. потому что с утра было нифига не жарко. Такой ветер сейчас прям лето. Прям чувствуется лето. Если бы у меня обед был чуть дольше, я бы пошла переоделась и пошла снова гулять в футболке. А так нет. Вот про тут сфера говорила. Вы мне хотите что-то сказать? Говорите. Вы занимаетесь этим? Нет. Нет, нет, нет. А то там, может быть, по-моему, на бабочке клумба пропала в ютубе. Нет, нет, не чисто. У меня свой блок на ютубе. Вы думали, что это проверяющий, контролирующий орган? Не спрошено, не обрано. Да. Ну, я скажу-ка я вам, что там одно. Вы не украли или, может быть, не украли? Самый что-то делал. Может быть, что-то делал? Одного. Папочка-то давно уже стоит, а одного не стоит. Хотя могли и украсть. Запросто. Могли и украсть. Тут раз за юность у нас очень много партий. А, ну вот. А видеонаблюдение разве у нас нет? Не знаю. Просто угодить, я читала, что там очень много выдастся. А, ну вот. Ну, продажу, наверное, вообще. У нас народ-то предприимчивый. Да, сейчас я еду, спожу, одного не хватает и молока, а по-моему, не признаю. в администрации города или Синарского района, да. Они занимаются. а вы можете приведать где нескошно где нескошно где нескошно это я просто так свой. До свидания. На меня люди думают, что я иду с камерой, но у нас, правда, это не принято. У нас мало... О, смотрите, алкаши. У нас, у нас прям вот есть вот здесь вот сквер, и они просто туши-усалка туши здесь, ну просто. Вот им прям весело. Они всегда здесь едят. Вот сколько я себя помню, они всегда здесь едят. А молодежь у нас ходит по улицам с телефоном только когда разговаривают по видеосвязи. Все. Больше никак. там такие лужи. Дождь прошел, там такие лужи. Аааа, вообще. Короче, сейчас буду переходить на другую сторону. Туши-усалка. вот здесь тенек как хорошо зайдешь в тенек хочется дышать хочется жить прямо дождь надел делов просто вот испарина и просто грязь и и просто вот размыл грязь мои дорогие поздоровалась пообщалась классно что обед раз реально есть возможность передохнуть и успевают глаза отдохнуть вот что самое то что смешное все мои дорогие прогулялась я пошла выполнять поручение настина зайду плю жвачку пойду возвращаться на работу себе куплю кефирчика наверное все целую и обнимаю пока